Утройно уже поджимаю точку B. Так, это уже очень интересно. И это уже хэтшот по НДК. Дальше выход на Апекса тоже отменяется. Два минуса Фейс Клан. Такой классный начало этого пистолетного раунда. Олаф. Продолжает стреляться, при этом совершенно ничего джету не могут сделать. Смока у них нет. Двух они уже потеряли на B. Олаф. Но это пистолетный наглядно показывает, что против USP вот так вот на стрельбу очень тяжело играть. И мы видели, как Рейн сыграл. Он вышел, нашел вот эту вот щелочку, в которую сделал красивый хэтшот. Ну и все. Вот пистолетка абсолютно ничем не запомнилась. Просто вот так вот перестреляли по одному. Фейс Клан забирает пистолетный. Это уже точно. Ну и G2 сейчас наверняка будут форсить. Нужно принимать решение команде G2 Sports и сыграть как раз таки тем калашам. Пошла раскидка на хэтшоте. Пытаются действовать Словак. В базе пока что не может выйти. Хорошая флешка прилетела от соперника. Рейн через железяку. Вместе с Олаф Мессером уже есть минус. Еще один от Олафа. Гардиан поддерживает и еще одного сбривает Олаф Кейбер. Это был NBK. Кенис. Так, Кенис играет. Капекс. Какой хэтшот по Олафу. Олаф открылся. Здесь еще есть Керрига на хайвее, который может сейчас разменять и скорее всего он это сделает. Очень хороший тайминг для него. Первый минус. Керрига нужно пожить, но Шокс вместе с Кенисом, который на бусте был с АВП, отлично здесь заставили двигаться Керригана и не было возможности от этой Бадди. Пытается подловить своего оппонента. Рейн на б-планте может сейчас допустить ошибку. Бадди делает минус по Рейну. Ситуация 4 в 2, но есть проблемы небольшие по хп. У Джетуно Бадди все-таки перестреливает Гардиана, который в очередной раз мажет. Но Ника на хайвее сейчас выигрывает этот раунд. Как же так? Времени хватает. Две секунды уже остается. Нужно просто загонять противника. Бадди понимает, но нет. Все-таки Ника выживает на белом ящике и единолично выигрывает этот раунд для своей команды. На этом этапе времени. Керриган на девятке работает, принимает дверь. Выстрелы пока в никуда. Там НБК врывается на флэнт Апекс, погибает. Кенис делает минус размен. Ника отличная стрельба с АВП. Флико. Такие залетают на самом деле. Минус Шокс там за квадом. Это было очень жестко. Керриган разбирается с НБК и остается только Кенис вместе с Бадди. Нужно работать, не получается уже. Это у Кени. Гардиан сбривает обоих. Снектор. Но и Джиту начинает выходить в мидл. Кени. Оу. Залетает все-таки по оффу на белый. Тут Рейн работает на песке. И, соответственно, нужно Апексу просекать именно эту позицию. Гардиан работает под бет. Агрессия, которая уже увенчалась успехом. Ну и, соответственно, Рейн будет поджимать через вентили. Пока что захлопывается эта ловушка команды Джиту. Рейн тут будет ключевым игроком в этой ситуации. Минус Кени просто в ухо. Ну и, соответственно, должна быть инфа об еще одном сопернике. И НБК выходит на точку. Нет, не выходит. Нико об этом сообщает. Апекс пытается избирать Сигардиан. Не получается. Тот еще сгорает от Шокса. Ну и Шокс последний. 18 хп. У него очень мало шансов на взятие этого раунда. Но мы-то знаем, что Ришар может попытаться. Попытаться все-таки выжить здесь. Нет. Или да, Рейн будет пушить. Пока что не получается. Тут хорошая попытка, на самом деле, от игрока команды Джиту. Но не заехала. 9-2. Где вроде как они имеют преимущества, а все равно Фейзы оказываются более удачными и переигрывают своих оппонентов. Нико принимает удачную точку Б. НБК делает еще один минус. Шокс также забирает Олоф Мейстера. Ну и Шокс с Калашом. С Хайвэй. Отличная работа. 3-2. Надо забирать этот раунд в команде Джиту. Очень-очень важно, потому что счет просто отвратительный пока. Шокс на Электрике работает минус от Гардиана. Рейн тоже разбирается с Ричардом, но, соответственно, только НБК остается. Но бомба-то неплохо стоит под него. Он на мейне. ЦЗшка, конечно, это не самый лучший девайс на таких расстояниях, но можно тут чудеса показывать. Но уже на позиции тут Гардиан вместе с Рейном смог полетел. Гардиан все-таки пытается диффузить, и у него, в принципе, это получится. Нет, они поменялись уже там. Да неважно, на самом деле, у НБК нет ничего уже, чтобы взять эту бомбу. Еще раз с днем рождения. Еще один раунд для команды Фейс, клан НБК остается ни с чем. 30 секунд до конца этого раунда бомба перетягивается под Б. То же самое делает товарищ Гардиан, и здесь большинство команды Фейс будет находиться. Так что можно еще взять этот раунд. Выход от БК НБК минус Нико, но дальше только выход на точку Б, Гардиан минус бати. А здесь два игрока уже, и не бомбу не успеют поставить. Да что за бред? Да не успеют. Товарищ Апекс, куда мы беги? Алло! Нужно бежать на самом деле обратно. Ясно, Патата. Ну, здесь провал, да. Такое бывает на самом деле, конфуз случился. Апекс все-таки поставит эту бомбу, она только после раунда. Нет, даже не поставит ее. Выбросит. Ну и Кеннис отпускает соперника через ангар. Тут выпад от элфмейстера, который не ожидал Апекс. На самом деле, Апекс далеко пошел. Очень далеко пошел. Вообще непонятно, что он здесь делал. И как-то странно Апекс отыграл. Кеннис девятки, получает голову от Рейна, и Фейз занимает бфлэн. Здесь предательски просто не залетало. Холостые пули сейчас у команды G2. Ну, остается только НБК вместе с Бадди. Бомба будет поставлена незамедлительно. Еще тут Нико заходит в спину. Ну, тут без шансов, ребята, возможно, даже нож. Нет, хладнокровный хэдшот у нас залетает по Бадди. Олф вместе сбривает НБК на девятки. Но позиции у Рейна и Гардиана тоже хорошие. Молотов, который не дает выйти Бадди. Бадди замечает Гардиана, тот, кто ошибается. Вообще, что делал на линейке? Это, на самом деле, возможно, даже раунд для команды G2. На Рейна будет входить тот на НБК. И на Бадди. И Апекс один на один у него. Здесь отличная позиция. Рейн его не читает. Выход от Апекса через бок. Рейн! А как вообще Апекс не стрелял в этой ситуации по сопернику? Олф вместе с Гардиан по фрагу. Уже НБК и Шокс и Бадди остаются 3 в 5. Возможно, это последний раунд первой карты. Апекс очень плохую сторону отыграл. Не сторону, а игру в целом. Идут на НБК, а последнего всего минус. Минус. В Салат. В Салат на первой карте. Фейзы выносит своих оппонентов ногами вперед. Ну, то есть просто без шансов. Три раунда всего-навсего. Этот вариант поможет им сыграть немножечко лучше. Фейзы очень активно занимают коннектор. И есть уже болото перед Б. А также контролируется. Апекс поджимает. Продолжает Апекс на самом деле. Вот ту самую линию гнуть после карты Дакэш. Ответает от Нику. Тут выход на одного бедного НБК. Господи, как же жестко с ним обошлись только что. Рейн забирает противника на бочках. И, соответственно, остаются только Бадди, Шокс и Кенни, которые не могут выйти нормально на хелпу. Потому что Олаф уже близко вместе с тиммейтами. Олаф падает. Тут уже делается буст фейзами на девятку. Гарден забирает Кенниса. Шокс отвечает. Бадди. Так, уже 2 в 2. А есть информация по девятке. Он отлетает. Бадди елает еще один минут. 2 в 1 ситуация. Как же фейзы продают здесь очень дешево. Да, Рейн. Не самая лучшая ситуация. Но его не прочекали. Тут Шокс ожидал выхода через зиг. Тут один на один. И Рейн справляется с противником. Отличная игра от Хаварда Найгерда. И вот здесь фейзы такой вот строят фейк раунд. Вот что это? Олаф типа откинул пистолет. Типа, мол, здесь бомба. Получил почти минус все. Апекс бежит. А Ника его просто не слышит. Апекс должен был двоих забирать. Вот как неаккуратно сыграл. Как один и другой. Апекс мог, в принципе, доработать здесь по максимуму. Шокс забирает на Гардиана. Шокс при этом еще вроде как контролирует Олаф Мейстера. НБК делает минус по Рейну. Минус Олаф Мейстер в итоге от Шокса. НБК открывается. И забирает еще и Керригана. Первый оружейный раунд берут G2. И все хорошо. А вот этот буст сейчас может просто решить раунд. Потому что сделает минус. Апекс делает минус по Олаф Мейстеру. Ситуация 3 в 4. И G2 сейчас в большинстве могут забирать второй. Ой, Апекс, какая агрессия. Также забирает Гардиана. Керриган пытается забрать АВП. Не получается. Еще один минус для Мадис Клеера. Возможно, это уже это Айс. Первый в рамках шестого сезона из Суперлиги. И Апекс ищет своего соперника. Да, Рейн должен падать. И это действительно минус 5 от игрока команды G2. Отличная игра. Кенис поджимает миду. Есть контакт, но нету фрага. Но есть фраг на Шокса, который в фарме делает уже два минуса. Сейчас Юспика забирает еще и Гардиана. Куадрокилл от Шокса. И вроде как есть информация по пятому. Пойдет делать еще один эйс. Ну, ты знаешь, это может быть два эйса подряд с команды G2 на карте Дэмвер Пасса. Да, минус 10 просто. А вот это интересно. Вот сейчас Физы идут под B и они что здесь вообще не читают чела? Нет, читают. Ника забирает НБК, который жал монстр. Ну и Апекс на болоте погибает. Бадди. Единственный игрок на B. Ну вот открываться опять же не стоило. Сделал минус, а тут уже его ждут. Три дула просто-напросто выходят на Бадди. Минус Бадди. Шокс ставит хэдшот. Но Олаф Мейстер с Калашом. Выходит в спину Шокс и бомба находится как раз-таки под точкой B. И это проблема команды Фейс в этой ситуации. Но это как-то очень странное расположение сейчас у игроков. Это разве что спасет ситуацию то, что вот Рейн уйдет сейчас на зиг. Вот в коннектор. Через коннектор, да. И попытается выйти как раз-таки вместе с тиммейтами на точку А. Нет, все-таки этого не произойдет. Шокс уже заходит о том, что бомба находится под точкой B, дает информацию своим тиммейтам. И это уже победа в раунде французов. Без проблем. Да, ну просто Шокс не отдаст сам такое просто-напросто. Там пацаны уже на А гуляют, а Шокс продолжает смотреть на Рейна. Можно подойти, сфотографироваться, сделать селфки просто и потом уже выиграть раунд. Да, так и получается минус Рейн. И эти фраги уже ни о чем нам не говорят. Ни о чем не говорят, да. Но очень непонятная координация фейсов сейчас. Вот оставшиеся троица. Олафмейстер, Гарден и Рейн. Ну, честно говоря, у своих коллективов. И теперь они уже, вот эти кикнутые игроки, могут сделать такой же состав. Ну, Рейн продолжает укрошить черепа, ребята. Просто нагибать. Дальше продолжаем смотреть этот пистолетный раунд. Вот выход на точку Б через их. Дальше работает только Нико Ковач. Минус Шокс, минус Байзи. И нет размена. Остается только Апекс вместе с Кенни. И у них огромные проблемы. Еще и Гарден заходит в спину, не пропускает Апекса. И закрывает Нико еще одного соперника. Минус три. В шорте чекают под собой позицию. НБК сейчас его увидит Нико. Да, в итоге делает минус П. НБК. Апекс. Апекс делает два минуса. Керриган работает на хелпе. У Керригана огромная проблема. Он оставляет одного красным. Но Керриган отличная. И Керриган, простите. Гарден отличная работа на хелпе. Кеннис также забирает Гардена. Рейн минус по Шоксу. И последний. Опять посмотри где бомба. Да. Совсем далеко. Кенни вынужден бежать обратно. И это дуэль. Рейн против Кенни, ребята. Кенни очень красный. Рейн понимает, что противник может поджимать на хелпу. Соответственно не играет агрессивно. Но Кеннис закрылся в шорте. И вот. Ой. Обмен молотовыми. Так. Рейн пока что не может выйти на плент. Довольно-таки активно будет действовать он по вопросам чека монстра. Есть информация о том, что противник может находиться на зиге. Да. Он там же находится. И это просто не диффузит, дорогие друзья. Кенни. Выпад у тебя нужен. Все-таки получается, ребята. Идеально просто. Это было очень просто. Насчитал 4 секунды. Вышел и убил соперника. АВП все-таки от Кенни возможно сработает в этом раунде. Работа будет также от Рейна на банане минус. Также Керриган поддержит. Керриган. Еще один из по Шаксу нет пока что. Он только сейчас подоспел. Это НБК вместе с Вендиком. И НБК. Еще один из по Гардену, который выходил на размен. Но это не произошло. И, соответственно, ситуация 2 в 2. Нико вместе с Олафом против НБК и базе. НБК просто герой. Это хорошая, хорошая ситуация для G2. НБК в очередной раз ее создает. Мы сегодня отмечали Шакса. Но НБК на кэше. И сейчас он на оверпассе. В очередной раз показывает очень крутую стрельбу с Дегла. Сейчас будет эйс на Эко. Как же жестко. Минус 15. Давайте, ребята. Минус 15. Шок сделал. Апекс тоже неплохо играл. Дальше идет выход от НИКО. На ХЛП ни в коем случае нельзя. НБК здесь ошибаться. Но нет. Это эйс и минус вся команда G2. Это Апекс, который рано или поздно спустится с коннектора. Ну и просматривается агрессия по направлению точки В. Олафмейстер на монстре. Это информация о том, что монстр как раз таки не выходит. Еще одна флешка летит со стороны атаки. Еще одна прилетит. Бадди первый. Олафмейстер работает против него. Еще один минус от него. Гардиан поддерживает только сейчас размер Шокса. Олафмейстер сбривает просто с соперниками. Это минус 4 квадрокилла от Хейбера. Дымы и Молотовы, под которые можно очень хорошо зайти на точку А. Гардиан может ЦВП. Он стоит за дефолтом. Его сейчас будут отрезать. Его уже ослепили. Как же промахивается. На самом деле Шокс 1 хп остается после этого контакта. Гардиан. И это размен от Апекса. Но много ли будет еще минусов от команды G2? Все-таки от Апекса уже 3 минуса. 2 на 2 ситуация. И возможно еще один эйс, но нет. НБК включается. Главное, что сделает минус Паулофмейстеру. Керриган последний. На хп будет играть капитан команды Фейс. Замечает соперника на машине. Но тут хороший Молотов, который не дает ему пройти. Бомба будет поставлена. Только через банк может выйти капитан. Так и понимает Керриган, что один на машине. А вот второй Апекс. Как же так? Сейчас Керриган просто может взять раунд. Шестнадцать-двенадцать. И все-таки это победа команды Фейс. 2-0 по картам. Сегодня классное начало шестого сезона ESL Pro League. Шесть очков. И самое главное, это то, что уверенность такого состава, который не ломается под эйсами, не ломается под хорошими раундами от своих соперников, а просто берет свое. Сегодня Фейс.